всем привет ребята суббота как обычно на канале осязаемая музыка выходит новый видосик ну что привет всем из риги у нас сегодня солнечно минус 5 минус 7 градусов ну плюс ветерок ощущается на все 10 как там у вас уже конец января видите быстро время летит вот ну что мы сегодня вступление был а сегодня у нас как вы видели по заставке у нас или будет альбом который наверное кто-то знал кто-то не знал альбом группы лэклик tonight is the night вот такой вот альбомчик мы с вами вспомним обсудим вы сегодня знаете я даже немножко залез в интернет и чуть-чуть что-то почитал потому что ну об этой группе в этом проекте даже нельзя назвать группа это такой одно альбомовый про двух альбомовый по моему проект в общем ерундовый проект вот в масс моей точки зрения но тем не менее стиле евро дэнс европоп даже скорее сыграл он все-таки свою роль и наверное во первых потому что первый трек записан этим проектом tonight is the night исполняла всеми нами известная и многими наверное любимая мэлани тортон это вокалистка проекта лабуш в общем проект лабуш и проект лэклик создавались в одно время да и мэлани тортон пела и в лабуш и в лэклик в лэклик она спела одну песню вот эту вот tonight is the night но с другим рэпером уже вообще пишут там в интернете вот я полистал что одна одни те же продюсеры занимались двумя проектами ну блин вот насколько я помню у лабуш все-таки продюсер на фрэнк фарриан а фрэнк фарриан нигде не значится в проекте лэклик ребята так что если вы в теме пишите да пишите один продюсер или одна компания про я не знаю вот вот тут я вам ничего не могу сказать но у лабуш это вот как по моей памяти это фрэнк фарриан у лэклик там абсолютно другие люди сложно сказать в общем альбом лэклик такая вот группа в общем как для меня вообще лэклик я узнал вот с песни tonight знать прикольная была песня на каком-то наверное сборнике я услышал не помню но вот как-то услышал и забыл распрекрасно про нее в четвертом на году она вышла в свет и в общем я забыл распрекрасно про эту песню пока уже не появился интернет начал считаю там вот качать вот эти вот первое помните вот когда интернет появился у тебя тогда начинаешь вспоминать группы качать и так далее тогда вот я вспомнил эту песню где-то я увидел скачал а да была такая прикольная песня в общем ну и все как бы но проект лабуш конечно он был известный гораздо более известен но тем не менее мэлани тормтон из лабуш спела вот эту песню только с другим вокалистом я даже себе вот так вот написал на бумажке чтобы все эти имена в голове как-то уже не держатся особенно по этому проекту в общем помогала мэлани тормон в записи песни to night the night это майкл ромео такой вот рэпер посмотрите клип там вы увидите но затем проект после вот этого единственного сингла проект лэклик был успешно прикрыт ну потому что как вот мэлани ушла в лабуш начала заниматься там петь лабуш стал очень популярна sweet dreams be my lover и так далее так далее так далее лэклик ну как бы вот но все таки его как бы оживили взяли новую вокалистку нового горизка такая шиконе шведская певица до этого у нее уже было два альбома в девяностом году вышел альбом каю а в 93 вышел альбом карл эксленд вот я даже записал потому что ну вот а эта информация у меня я никогда не фанател от лэклик и поэтому я в голове эту информацию не держу так что-то я образно знал ну и на этом все в общем я слышал песни видел клипы даже раньше вот этой каю из ее сольные но это ребята какая-то ерунда посмотрите каю шиконе наберите ю тубе там есть ее клипы вполне возможно даже есть альбом альбома целиком я не слышал потому что мне не нравится те песни которые напела на реке дешевые такие в принципе как и весь проект лэклик в целом но об этом чуть позже вот tonight is a night первый сингл который вышел еще в исполнении мелани тортон он вот сделан именно еще в евродэнс таком нормальном стиле но потому что 94 95 год по дворе там еще что-то было а весь же альбом он вышел в 97 году и имел две версии две обложки обложки похожи обложки ну просто на мой взгляд полная фуфло потому что вот каю шиконе да вы исполнили она принципе спела все песни мало не тортон только одну песню пела все снова пела на вот так вот тупо вырезана и он забацли на какой-то фон с танцующими силуэтами здесь же сзади трек-лист и опять же это вырезанная каю шиконе да ну дешманское дешманское оформление хотя несмотря на все это были популярны песни за этого альбома помимо туна и зинаи да в общем вышло 2 2 версия альбома вот это у меня есть только одна вторая мне и не нужна абсолютно это европейская версия более полная здесь 13 песен и было еще американская песня так назывался ли клик фишин каю там было 11 треков на то и даже меньше ну как-то вот так да ну и когда дуэт возродить возродили на мелани тортного естественно не было было каю шиконе и помогал ей рэп который вы можете слышать каком-то там треки он потом не во всех есть это роберт хейнс так звали данного рэпера который по в коме там счет зачитал и еще такой интересный момент что на бэк-вокалах там была ну не во всех треках а по моему тоже в каком-то одном сейчас я достану буклет и посмотрю если здесь это будет вообще написана информация в общем на бэках помогала девушка которую зовут мари люси лозанес это девушка которая заменила лизу да косту в проекте капитан джек когда лиза ушла вот мария заменила да до этого ее а до этого она была на бэках вот в лэк-лике ну по моему тоже не во всех песнях а в какой-то там одной ну вот я так вот сразу не могу найти написано в общем ладно такая вот еще информация да поэтому но и наверно самая такая главная информация почему вообще до проекта лайк-лик он стал популярен и какие-то хиты даже были но это конечно но зик ацман да это человек который написал одни из главных вообще хитов евро-дэнса ну по памяти это конечно мистер вейн гаджу герри это лоза around джей боба и много-много-много-много песен джей боба там вот посмотрите но зик ацман да его то что он писал там даже выходили диски с его типа лучшими хитами ну в общем посмотрите носик раз мы очень известная личность вот в середине 90-х вот в евро-дэнс так сказать музыки тексты это его но он и писал и здесь и видимо поэтому да поэтому проект все таки какую-то популярность нашел внутри симпа насколько я помню было это ту нарезанной don't go и call me из этих трех синглов мне нравится только один это ту на и знает call me don't go ну это уже вот но похоже на лоб уж тем не лоб уж не очень-то нравится потому что вот это время когда началось уже евро-дэнс нормальность техно звуком уходить и появлялась такая откровенная попса вот проект проект леклик это сто процентов вот это попса которая пришла на замену нормальному техно саунду да ну и здесь на этом альбоме что меня немножко всегда тупила это две песни 9 и 10 вот в этом альбоме европейском эта песня tell me that you want me и весь нашел ну на диске указана информация что это по эти песни поет каешь и кони то есть вот это вот вокалистка но вообще это же песни ким сандерс эти песни помните ким сандерс исполнительницы эти же песни тоже написал естественно носик ацман что одну что вторую я вот смотрю где он еще фигурирует в той же колме это носик ацман да в общем тут пол альбома он написал да ну и и вот написано на диске что две песни tell me that you want me и show me поет вот исполняет каю но я когда я слушаю этот диск я все время слышу голос ким сандерс ребята что скажете вы по этому моменту но и вот здесь опять интересный момент ким сандерс тоже задействовано в этом альбоме если даже она не пела на этом альбоме то не и это не голос действительно голос каю то четвертая песня heaven's good to be better лирика это вот даже здесь это указано лирика ким сандерс да ну вот а продюсер да и музыка этого приманок ну продюсер точно здесь указано но язык с ну думаю ну да ну видимо текст ким сандерс продюсировал опять же noisy catsman в общем вот такой вот проект был в девяносто седьмом году вы вышел этот альбом ну как по мне дешевый достаточно проект уже с такой сапопселой музыкой хотя вот коми наверно самая известная тогда была из этого альбома песня хотя мне больше нравится тунаде занять с вокалом именно мэлани торнтон как-то ближе он к моему слуху как я уже показал вам вот его диск до дешевая такая вот обложечка сам буклетик посмотрите вот каю фотографии здесь хотя бы другая а здесь вот такой буклет и опять же такая вырезанные фотографии там двух видов да там образно и все и какая-то информация по трекам такой вот был проект дешманский но тем не менее блин были популярны из него песни напишите в комментариях нравится ли вам есть у вас диск коллекции как вы вообще относитесь к этому проекту и вот по поводу да мне очень интересно во первых продюсеры все-таки кто был вот так не читая в интернете ну или почитайте может вы найдете может вы просто знаете да и вот по поводу двух песен tell me that you want me show me вот как вот я слышу на этом диске голос ким сандерс то что слышите вы но на диске есть информация что их поет все-таки каю в общем странная такая вот история с этим проектом намешано здесь всего кто только в нем не принимал участие и девушка которая потом уж стала как бы главной советской captain j и мелани тортон и вот вокалистка шведская кая ну в принципе лицо проекта да какие песни я здесь могу выделить сложно сказать но он сложно сказать но tell me that you want me show me эта песня в любом случае ты песни ким сандерс даже если она их здесь не исполняла тут ее песни они помогут шоу не помогут и 93-го года песня tell me that you want me тоже появилась раньше точно 97 года не помню точно год может 4 напишите в комментариях ну наверно самый главный хит этого альбома это все таки коми уже с вокалом каю но мне больше нравится tonight is the night потому что она все-таки выдержала в таком евроден стиле и мог вокал мелани тортон очень хорошо лег но еще такой момент вот особенно кто любит лобуш то есть у лобуш там 95 году вышел альбом или шестом all mix этапом назывался да и там присутствует тоже песня tonight is the night да ну потому что пока вокал мелани торта ну и вот судя из-за информации я все-таки прихожу к выводу что продюсеры работали одни и те же но вот по поводу продюсеров либо ребята отписывайтесь вы наверно знаете вот когда так такой диск есть у меня в коллекции вот напомнил вам этот проект пишите есть ли он у вас слушали не слушали пишите мне по поводу этих двух песен tell me that you want me show me будет очень интересно почитать да все вы наверное ну многие из вас увидели опрос который сейчас есть на канале это стоит ли показывать кассетный тэк или не стоит из магазина я могу пойти магазин ностальгейши то есть дайте игорь там что-то расскажет я на самом деле не очень хочу этим заниматься то что мне это не очень интересно да но посмотрим чисто ради контента может быть но к сам вот контент на канале он немножко другой он не о технике чуть-чуть я где-то засветил и я думаю на этом наверно все таки будет все посмотрим но а сегодня ребята с нами был и клик проект альбом эту на заза на 97 года в общем пишите мне что вы знаете по этому проекту да есть ли у вас этот диск слушали вообще этот проект будет очень интересно почитать такого сегодня субботний выпуск надеюсь вам он зайдет что-то мы с вами обсудим что-то вы мне какую-то информацию напишите ну и в конце видоса ребята кто-то смотрел до этого момента жмите лайк делитесь этим видео оставляйте комментарии комментарии обязательно всегда но пока как обычно ребята всем хороших выходных и всем пока